Принцы-то распоясались тоже. Принцы-то тоже, по большей части, не хотят, ну, скажем, тянуть какую-то там ношу, да, мужскую или еще что-то такое. Вот сейчас вообще мы живем в такое время, достаточно драматическое, я думаю, что мы об этом вообще поговорим, наверное. Вот, сейчас настоящие мужчины, они вообще фактически сражаются, воюют. Вот чем сейчас занимаются настоящие мужчины. Вот, поэтому сейчас вообще очень трудно рассуждать на тему принцев на золотых Феррари и так далее. Это все, конечно, здорово, все эти внешние атрибуты, и это все, конечно, очень привлекает женщин, потому что, естественно, это тоже дает ощущение какой-то защищенности. То есть, у человека может быть много денег, у него могут быть большие связи там и так далее, и так далее. Это инстинктивно все-таки привлекает, потому что нужна защита, да, нужна защита женщине и нужна защита, в общем-то, потомства. Женщина вообще, в принципе, на мой взгляд, считается состоявшейся, когда она родит ребенка и когда она почувствует все это. То есть, почувствует вот эту нежность и ответственность за этого маленького человека, тогда, наверное, действительно мы можем говорить и женщине. Вот, о девушках, если говорить, то я вообще допускаю все, что угодно. Все, что под солнцем, так сказать, существует, то имеет право на существование. Каждый человек выбирает свою судьбу сам, и каждый получает то, что он в итоге, к чему он стремится. Если девушка стремится как бы к молодому какому-нибудь жигало на золотом Бентли, она его получит рано или поздно, да, ну или не получит. Ну, это такое уже дело, как повезет, да. Вот, но образ жизни, она получит себе такой именно. Найдет она или не найдет, но все равно она останется вот в этом состоянии. В состоянии ищущей малчика на Бентли. Да, либо женщина чувствует себя ищущей мужчину, который станет отцом ее детей. То есть, это уже чуть-чуть какое состояние. Какой он этот мужчина, да. Сможет он ее защитить, сможет ли он ее вести по жизни как-то, будет ли он надежным и так далее. Я думаю, что это очень важный фактор именно для девушек. А мужчины сейчас тоже, скажем, ведь в определенный момент мы все стали поклонниками доктрины, зарабатывая как можно больше и получи как можно больше материальных благ за это. Удовольствие, у тебя открываются возможности, ты можешь позвать любую девчонку и повезти ее куда-нибудь отдыхать в Тихий океан, на Гавайи или еще куда-нибудь, да. Ну, это здорово, красиво и приятно, в общем-то, да. Но хорошо, когда это не является главным. Но для многих мужчин сейчас стало главным именно вот это. То есть, побольше денег, побольше развлечений, побольше возможностей, которые открывает вот эта вот материальная штука. Ну и в этой связи человек так или иначе начинает терять какую-то другую часть своей жизни, то есть, душевную часть. То есть, он становится достаточно циничным, я все могу купить, это могу купить, могу купить и так далее. Но я знаком с несколькими достаточно богатыми людьми, мягко выражаясь. Вот. И, в общем-то, я не могу сказать, что у моих друзей этих очень обеспеченных нет проблем с женщиной. То есть, девушек полно, сколько хуже. А вот одно-единственное, почему-то не получается. Потому что, ну, у меня есть на это какие-то ответы, но я не Господь Бог, поэтому я не могу судить никого. Я могу только предполагать, что это именно из-за того, что человек находится вот в этой матрице материального восприятия. Все оценивается вот именно в материальном аспекте. Поэтому и девушки тоже, они вот где-то здесь вот из этой же сферы. Вот так как-то.